Я снова рад приветствовать вас на нашей передаче. Сейчас период Великого Поста и Молитвы. Что же сейчас самое главное? Я бы сказал, сконцентрируйтесь, будьте предельно верны Слову Божьему. Бог верен нам. Бог верен Слову Своему. Если мы остаемся верны Его Слову, Он посылает нам благодать, исполняя Слово Своё. Благодаря Господу и нашим успехам мы способны оказывать влияние на этот мир, творить добро, и так растёт наша Церковь. Сегодня день, когда нужно встать и приняться за дело. Что вы уже давно хотели сделать? Что вы ещё не успели сделать? Что вам мешает? Почему вы стоите на месте? В чём причина вашего бездействия? Сейчас самое время взяться за дело и решить проблему, встать и начать действовать. Мы все знаем, в 2021 году слишком долгое пребывание в состоянии покоя, нахождение бездвижения, нехорошо для нас. Мы созданы для движения. А если мы хотим чего-то достичь в жизни, мы должны находиться в постоянном движении. Моя бабушка всегда говорила, волка ноги кормят. Ждать — это самое плохое, что вы можете сделать. Встать и приняться за дело — это самое лучшее, что вы можете сейчас предпринять. Мы все знаем историю о лягушке, которая не понимала, что температура давно изменилась и что её просто-напросто варят. Если бы лягушка двигалась и меняла своё местоположение, то она бы почувствовала постепенное изменение среды и выпрыгнула бы из кипящей воды, и тем самым осталась бы в живых. Если вы каждый раз миритесь с незначительными изменениями и поражениями, то обстоятельства определяют ваше будущее. Привыкания, враг, вас постепенно усыпляют. Как же вам встать? Как начать действовать? Хочу назвать вам четыре шага. И первый — проснитесь. Исайя говорит, восстань, восстань, облекись в силу твою, Сион, облекись в одежды величия твоего, Иерусалим, город святой, ибо уже не будет более входить в тебя необрезанный и нечистый. «Отряси с себя прах, встань, пленный Иерусалим, сними цепи шеи твоей, пленная дочь Сиона». Ибо так говорит Господь. А что говорит Господь? Пришло время проснуться, выйти из зимней спячки, время выйти из плоти своей и идти за своей душой. Время поменять неверие на веру, поменять грехи на добродетель, подумать о душе вместо плоти. Время ложь, в которую вы верили о самом себе и ваших проблемах, поменять на то, что Бог думает о вас. Исайя говорит, проснись, и Бог называет вас по имени, как сказано Сион. Это место, где живет Бог в Ветхом Завете. Он говорит, дети мои, он призывает вас быть теми, кто вы есть. Мы не созданы для того, чтобы бездействовать и быть невидимыми. Просыпайтесь и вставайте. Он говорит, вставайте и беритесь за дело. Облекись в силу свою. Прежде всего, Бог говорит о вашей силе, не о своей силе, а о нашей. Он дал нам свою силу. Вставай, сын мой, говори именем моим, говори от лица моего. Это ваш выбор, облекаться. Это надевать одежду, то, что вы делаете, когда встаете утром. Идите в Божьих доспехах. Исайя говорит, наденьте самые красивые одежды ваши. Другими словами, возьмите с собой свои таланты. Покажите, что есть в вашем доме. Ваши умения уникальны и свойственны только вам. Ваши умения, как одежда, подобраны вам точно по размеру. И если вы ваши одежды, ваши таланты возьмете с собой, все удивятся, насколько вы прекрасны, и откроются перед вами двери. Пророк говорит, ибо уже не будет более входить в тебя необрезанный и нечистый. У Иерусалима есть свое предназначение, но и у нас есть оно же. И оно посвящено цели. Посвящать себя, выбирать для себя, выделять свою собственную, назначенную вам, Богом, цель. Иметь цель в жизни, цель, которую для вас выбрал Господь. Цель, большую, чем вы сами, чем ваша семья. Цель, которая меняет к лучшему этот мир. Делайте что-нибудь хорошее с вашей жизнью. Отличайтесь от других своей целью в жизни. Будьте сильными. Пророк говорит, стряхни прах себя. Стань. Все, что не используется, нежилые пространства, все это покрывается пылью. Под слоем пыли теряется весь блеск. Избавьтесь от прошлого, от вашего бездействия, пространства, которые вы не использовали, используйте вновь. Примените время, потерянное в социальных сетях, для чего-нибудь нужного. Станьте, например, добровольцем. Делайте что-нибудь для того, чтобы на вашем счету появились деньги. Займитесь своим двориком у дома. Найдите применение пустой комнаты в вашем доме. Пригласите друзей на обед. Снимите цепи шеи своей. Пророк говорит, вы попали в рабство. У вас цепь на шее. Цепь грехов, зависимостей. Цепь религиозных правил, которым вы изо дня в день рутинно следуете. Без понимания для чего. Вы проживаете свою жизнь между работой, церковью и свободным временем, но вы живете в действительности не ту жизнь, которой хотели бы жить. Иисус открывает вам глаза на то, что цепь на вашей шее и замки открыты, но вы должны осознанно снять с себя окобы. Стряхнитесь с себя то, что мешает вам действовать. Замки открыты. Но потому что вы об этом еще не знаете, вы думаете, что у вас на шее все еще висит цепь. Но замка больше нет. Хоть вы и чувствуете себя все так же скованно. Но это ложь. Замок открыт. Снимите оковы свои и идите свободными. Идите к своему предназначению. Идите и достигайте своей цели. «Ты пленная», — говорит пророк. Он имеет в виду, что вы живете в собственноручно созданной тюрьме. Вставайте и идите на улицу. Двери уже открыты Иисусом. Никто и ничто вам не помешает. Это ваши собственные мысли о себе, ваш опыт, ваше воспитание, ваши психологические травмы, которые вас ограничивают. «Нет, я не могу, я недостаточно умен, а я еще не готов. В прошлый раз у меня не получилось, да и в этот раз наверняка не получится». Действуйте и выходите из своей темницы. Пророк говорит «Дочь Сиона». Видите? Вы дочь Бога. Знайте, кто вы есть. Если вы знаете, кто вы, то вы понимаете и то, что быть скованным оковами — это несправедливо. Неправильное то, что вы сидите в тюрьме. Несправедливо, что вы не ходите на свободе в лучших своих одеждах. Это несправедливо, что вы не применяете данную вам Богом силу. Это несправедливо, что вы больны. Это несправедливо, что вы нуждаетесь, ведь вы сыны и дочери Божьи. Поэтому начните говорить, жить и действовать. Расправьте плечи, смотрите прямо, осознайте, кто вы есть. Встаньте с постели, не позволяйте никому и ничему вас запугивать. Да, Голиаф существует, и он враг. Но Давид побеждает Голиафа тем, что говорит правду и живет по правде. И невозможное становится возможным. Второе, что я хочу вам рассказать — «Восходите во свете, восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою. Ибо вот тьма покроет землю и мрак народы, а над тобою высияет Господь, и слава Его явится над тобою. И придут народы к свету твоему, и цари к восходящему над тобою сиянию». Видите, эффект того, что вы встанете и пойдете на улицу, вы будете сиять в свете Божьем, вы будете видимы в темном мире. Мы думаем иногда, что люди в церкви сияют на помосте, но в мире столько разных звезд. Вопрос в том, где же ваша звезда? Люди идут к вам, потому что вы светитесь в своей свободе, своей многогранностью, своим успехом на работе или в учебе. Они идут к вам, потому что вы светитесь, потому что вы по-другому проживаете свою болезнь, потому что вы не боитесь поражений, потому что вы ладитесь с людьми. Люди тянутся к вам, потому что вы излучаете свет и идете к своей мечте, применяете свои таланты. И ваши глаза похожи на «Прощу Давида», но именно тот талант помог ему сразить Голиафа. Вы сияете, потому что от вас исходит невероятное спокойствие и умиротворение. Вы сияете, потому что владеете мудростью, которая помогает другим. Словно блеск утренней зари — это есть цвет вашего рождения. Вы как солнце встаете, как жизнь, как новое Божье творение в этом мире. Все старое прошло, все стало новым, созданное единым с Отцом, с Иисусом и со Святым Духом. Вставайте и креститесь сегодня. Вставайте и действуйте. Вставайте новым человеком. Выйдите из грехов, из зависимостей, распущенности. Поднимитесь над своей болезнью. Вставай, возьми свою постель и иди во имя Иисуса. Павел говорит в послании к Ефесинам, «Стань спящей и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Спать — это жить по зову плоти, просто существовать, жить согласно своим взглядам, мыслям и чувствам. Мертвая жизнь — это жизнь без цели, с которой вы пришли в этот мир. Проснуться же — это встать со Христом. Через крещение стать новым человеком и жить с целью, с которой вы пришли на эту землю. Иногда мы теряем в жизненных условиях частицу себя. Кто мы есть? Мы ранены, разочарованы, в депрессии, разбиты, подавлены, озлоблены на наше прошлое. И мы опускаем руки. Но Бог нас призывает, не живите бесцельно. Соберитесь, возьмите себя в руки, позвольте кому-нибудь дать вам пинок под зад. Пришло время встать сыном Божьим. Пришло время встать взрослым. Все мироздание ждет, когда его откроют для себя сыны Божьи. Все люди ждут, когда вы подниметесь. Мы не были рождены детьми Господа, чтобы остаться навсегда его детьми. А в Библии выражения «дети Божьи» или «сыны Господа» не всегда последовательно переведены. Поэтому мы часто довольствуемся лишь фактом своего спасения. Вместо того, чтобы собраться с силами и действовать, понимаете, мы призваны быть сынами Божьими в этом мире. Призваны ходить так же, как Иисус, Сын Божий. Мы должны делать ту же работу, что делал Иисус. И даже больше того, это задание, данное нам Господом. Мы призваны ходить и действовать так же, как Церковь совершает свои деяния. 21-й год — это год сыновей Божьих, которые будут видны. И третье. Что я хочу сказать вам сегодня? Знаете, где вы пробудились? Господь обращался к нам по имени, а наше имя говорит нам о том, где мы родились и от кого мы родились. Место нашего рождения говорит о нашей национальности. Оно отражает, кем мы являемся — голландцем, бельгийцем или немцем. Ваше место рождения дает вам право на паспорт, а паспорт определяет, под какие законы вы попадаете, а под какие нет и какие права вы имеете. Например, рожденные в Нидерландах не станут вдруг бельгийцами, когда они пересекут границу. И точно так же, как и голландцы, пересекающие границу с Бельгией, не станут бельгийцами, так же и верующие люди не станут грешниками, когда они неосторожно согрешат. Королевская семья имеет дипломатическую неприкосновенность. Они не попадают под законы тех стран, по которым они путешествуют. И видите, то, от кого мы рождены, определяет наше социальное положение. Если вы рождены в королевском дворце, то вы будете членом королевской семьи. По рождению вы получаете вашу власть над людьми, вас окружающими. Власть — это не то, что вы должны приобретать или завоевывать. Это то, что вам дано изначально. Вы должны только научиться использовать ее. Если мы рождены от Бога, у нас есть паспорт, пропуск в Царство Божие. Мы, рожденные от Бога, имеем тогда и дипломатическую неприкосновенность в этом мире. Как дети Царства Божие мы не можем иметь два паспорта. Мы можем принадлежать только одному царству. Мы не можем быть наказаны или посажены в тюрьму царством тьмы. Царству тьмы нельзя на нас нападать с болезнями и страданиями. Мы неприкосновенны. Это, конечно, случается, но это запрещено. Но если вы не знаете, кто вы есть и какова ваша власть, то вы несправедливо можете оказаться в плену, и как раз тогда вы должны понять, кто вы есть, достать свой паспорт, поднять свои связи и позвонить своему королю в Царство Божие. А он уж отстоит за вас, ваши права. Здесь возникает важный вопрос, как же мы рождаемся в Царстве Божьем? А все очень просто. Иоанн пишет, «Он, Иисус, пришел к Своим, и свои Его не приняли. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть детьми Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». Ключевое слово здесь — «принимать». «Принимать» здесь означает «встать и действовать». «Верить» недостаточно. Вы можете верить, что вода вас очищает, но вам нужно встать и войти в воду, иначе ничего не получится. Ваши действия имеют значение. Ваши поступки показывают вашу веру. «Принимать» значит «крепко держать». Здесь ассоциировать себя, присоединять себя, принимать, стать единым с Иисусом посредством крещения и погружения. А далее Иоанн пишет, «Иисус отвечал, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие». Рожденное от плоти есть плоть, рожденное от духа есть дух. Иисус нам понятно говорит, что вход в Царство Божие возможен посредством воды и духа, «И мы знаем, что Царство Божие — это не там, на небесах, а здесь и сейчас. И мы ходим уже сейчас здесь». Иисус говорит Никодиму, фарисею, священнику, главе церкви, тому, кто был воспитан вере, «Никодим здесь такой же человек, как вы или я». Никодим думает по-плоцки, а не духовно. Разве возможно родиться дважды? Иисус говорит, люди рождаются от людей, дети Господа родятся от Господа, но рождение от Бога происходит через воду и духа святого, и это единственный способ попасть в Царство Божие. Вот видите, быть рожденным от духа значит быть рожденным от слова. Слово Божие сравнимо с семенем в душе, благодаря вере в Слово Божие осуществляется зачатие нашей божественной природы. Погружение в воду во время крещения — это наше рождение. Это принятие, принятие себя в то, что ты верил, в кого ты верил. Крещение — это рождение, покидание матки и приход в новый мир. Поэтому Иисус говорит, «Тот, кто верил и хочет быть крещен», снова эти два элемента повторяются. Именно тот человек получает жизнь вечную, а не тот, кто говорит, «Мне нужно креститься, чтобы попасть на небеса». Это может быть верно, но вы же хотите уже здесь ходить в Царстве Божьем. Иисус говорит, «Тот, кто хочет войти в Царство Божие, должен быть крещен». Мода на крест пришла уже после его смерти. Мы же, как видится, имеем жизнь вечную здесь и сейчас, и мы хотим уже сейчас войти в нее. Павел пишет, «С помощью крещения воссоединяемся мы с Ним. Мы становимся единым с Его смертью и Его воскресением». Павел сам был фарисеем. Его личная встреча с Иисусом была неожиданной и пылкой, и после нее он три дня был слепым. Это отсылает нас к тому, что Павел тоже стал единым со смертью Иисусом. Но, несмотря на то, что Павел лично встретился с Иисусом, он тоже сначала должен был пройти крещение. Павел должен был сделать то, что он всегда считал лишним. Я же иудей. Я был обрезан. Я родился в церкви. Я принадлежу к завету. И этого довольно. Для Павла веры в Ветхий Завет было достаточно. Но сейчас он должен выбрать, принять Иисуса или нет, и стать верующим в Новый Завет, который основан на распятии и воскресении Иисуса, а больше не на иудейской религии. Сама встреча с Иисусом и вера в Него прекрасна, но Иисус говорит «вера и крещение». Павел позднее рассказывал, как он сомневался сделать этот шаг, потому что крещение сделает его фарисея, христианином. Он станет частью секты, с которой он вначале боролся. Именно потому, что люди крестились, Павел преследовал их. Послушайте, что Павел сказал на этом. «Итак, что ты медлишь? Стань, крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса». И Павел был крещен. Петр говорит об этом, как «новорожденные младенцы возлюбите чистое словесное молоко, чтобы от него возрасти вам во спасение, ибо вы вкусили, что благ Господь». Все начинается со знания, которое трансформируется в откровение, опыт применения Слова Божьего в жизни. Здесь мы подходим к последнему моменту. То Слово, с помощью которого мы растем и приобретаем силу, из новорожденных становимся сынами Божьими. И в-четвертых, что я вам скажу? Оставайтесь верны Слову Божьему. У меня к вам есть пара вопросов. Можете ли вы привести человека к Господу Иисусу? Можете ли вы привести кого-нибудь к осознанной вере в Иисуса Христа? В состоянии ли вы объяснить основы нашей веры кому-нибудь? Сможете ли вы ответить на все вопросы, которые возникнут у людей после того, как вы расскажете им, основы нашей веры? Если ваш ответ нет, то вы сами не имеете необходимых знаний. Самый быстрый способ выучить и открыть для себя то, что вы еще не знаете, это помогать другим, обучать других. Слово «настолько важно», говорит пророк Осия. «Истреблен будет народ мой», звучит страшно. Истреблен. А знаете почему? Потому что у них не было ведения, потому что они отвергли его. И так как ты отверг ведение, то я отвергну тебя от священодействия предо мною. Видите, мы проигрываем у побежденного врага. Нас отстраняют, потому что мы не ведаем, кто мы есть в Иисусе Христе. Если мы о себе не можем позаботиться, как же тогда мы сможем постоять за других людей? Как же нам защитить других, если мы не способны защитить даже самих себя? Осия говорит дальше от имени Господа. «Ибо я милости хочу, а не жертвы, и Бога ведения более, нежели все сожжения». Богу важно, что мы его знаем. Делаем добро, так же, как он, а не занимаемся лишь религиозными ритуалами. В Ветхом Завете это была служба в храме, но и мы сейчас сделали церковные ритуалы обыденными. Мы их просто выполняем. Это уже стало привычкой. Иногда сходить в церковь стало важнее, чем по-настоящему знать Господа Бога. Ходить в церковь стало важнее, чем быть добрым самаритянином. Коронавирус не мешает нам жить по Божьим законам. Наоборот, он дает нам больше возможностей, чем когда-либо. Мы можем полностью погрузиться в Слово Божие, посвятить себя поискам Бога, потому что нас ничего не отвлекает. И больше, чем когда-либо мы можем помогать другим людям и нести добро в этот мир, Ассия говорит. И это то, что приносит Богу радость. Это и есть молитва и пост, которые вы совершаете, говорит он в книге Исаии. Мы можем узнать Бога через Его Слово. Он и Его Слово едины. Соблюдая Его Слово, следуем мы за Господом Богом. Слово — это свет на нашем пути. В теперешнем кризисе, вызванном тьмою, Слово — это наш GPS. Слово — это наше лекарство от болезни. Слово — это пища и наше питье. Мы постимся телесно и питаем нашу душу Словом, как мы питаем наше тело хлебом и водой. Слово — это наши доспехи, защищающие нас от тьмы, которая желает отнять у нас наше здоровье, наши финансы. Но Словом Божьим защищаемся мы, держимся за то, что дал нам Бог. Как же мы используем Слово Божие, произнося его своими устами? Вера и неверие работают одинаково. Они основаны на нашей исповеди. Неверие — это исповедание того, что вы видите, чувствуете и проживаете на опыте. И то, что вы знаете посредством своих органов чувств и человеческого разума, в результате вы подчиняетесь обстоятельствам, нет другого выхода. Вера же исповедует уверенность в том, что вы знаете посредством своих духовных чувств, которые заточены Словом Божьим. И вы подчиняетесь не обстоятельствам, а Слову Божьему. То, что у вас на устах, имеет перевес, если Слово Божие становится и нашим Словом. Если Слова Господа преобладают на наших устах, то они и питают нас, они ведут нас. Это то, что несет нам победу. Если мы говорим целесные слова и Слово Господа, и мы имеем в виду и то, и другое, то мы похожи на человека, которого кидает то вправо, то влево, то в веру, то в неверие. И наша вера нейтрализуется нашим неверием, и мы ничего не достигаем. Господь, поставь охрану пред устами моими и научи меня управлять моей жизнью. Помните, Халиф вошел в землю обетованную? Это та часть страны, где есть горы. Горы — это проблемы. Это та часть, где живут великаны, где живет сатана. Хотите ли вы победить свои трудности, победить силы тьмы? Знаете, мы не боремся против плоти и крови. Мы не воюем в видимой войне, а напротив участвуем в невидимой. Вам надо знать тайну Халифа. Что же это за тайна? Бог говорит о Халифе. Он всегда верно следовал за мной. Халиф всегда был верен Слову Моему. Халиф никогда не был ведом чувствами своими, своим опытом и фактами. Халиф не поддавался обстоятельствам или же мнению большинства. Большинство людей никогда не видели исполнения обещаний. Но Халиф оставался верен Слову, верен Господу. следовал за Ним. Какой бы ни была ситуация, в которой вы находитесь, вопрос должен быть только один. Что говорит Бог? И говорите тогда то, что говорит Господь. Он толкует верность, как верность Своему Слову. То есть вы должны говорить тоже о вашей ситуации, что говорит Господь. Верить в то, что говорит Бог, это и говорить то же, что говорит Бог. Принимать во внимание, что говорит Господь, это есть делать то, что говорит Господь. И тому, кто принимает во внимание Слово Его, дает он власть и силу быть Сыном Божьим. Проснитесь. Вставайте. Будьте освящены Словом. Вставайте и позвольте Слову вести вас. Вставайте и питайтесь Словом. Вставайте и защищайтесь Словом. Вставайте и становитесь здоровым через Слово Божие. Вставайте и действуйте. Сделайте из Слова свое самое большое сокровище. Проживите Слово. Размышляйте над Словом. Произносите Слово. Принимайте Слово. Живите и действуйте согласно Слову Божьему. И все, что вы делаете, будет вам удаваться. Как дерево, посаженное при потоках вод, вы всегда будете приносить плоды. Следуйте за Господом в беде и в радости. Помните о Халеве. Будьте верны Господу. Будьте верны Его Слову. Никогда не сомневайтесь в Его Слове. Позвольте Богу сказать о вас, он или она. Верно следовали за мной. И у нее или у него. Другая душа. Не такая, как у большинства. И поэтому я исполню Слово мое. И вы увидите, что обещанное вам исполнится. Аминь. Слово металл. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Продолжение следует...